Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня в продолжении темы мужского воздержания мы поговорим о женском воздержании есть и такое между прочим а заодно обсудим очень интересные молодежные движения которые я нашел недавно в интернете это так называемые ТНН и КНН если ничего не путаю расшифровываются как Тян не нужны и Кун не нужны ну и в свою очередь это расшифровывается как Девушки не нужны и молодые люди не нужны парни не нужны как ни трудно догадаться первое движение поддерживается молодыми людьми то есть не нужны девушки, не нужны никакие отношения второе движение поддерживается собственно девушками не нужны там молодые люди, мужчины, все не нужен мужеский пол короче не нужен противоположный пол так или иначе это со стороны молодых людей со стороны девушек оба движения отрицающие отношения надобность отношений самое интересное их численность я тут немножко покопал сторонников ну знаете даже те же группы ВКонтакте мужское движение, МИСП там патриархалы, мега патриархалы идущие своим путем там, центристы, вот все это вместе взятое, это капля в море, по сравнению вот с этими движениями. А они, между прочим, молодежные, там в основном школота сидит, 15-16 лет. И да, действительно, я очень от многих сейчас молодых людей слышу, что у них дилемма. Не отношение, отсутствие отношений, а дрочить, не дрочить. Как Гамлет, практически как Гамлет. Дрочить, не дрочить, таков вопрос. То есть отношения, как вариант, они даже не рассматривают. Многие из них уже сделали вывод, что отношения с девушками, это использование тебя как ресурса, это основа исключительно меркантильная. Ну, знаете что, может быть это и не везде так, но я прекрасно понимаю, из чего они делают такие выводы. Как можно сделать такой вывод в самом буквально начале жизни. То есть там, не имея опыта большого в отношениях, то есть там, может, первые отношения, вторые, но не больше, уже сделал такой вывод. В принципе, я их понимаю. Так вот, соответственно, уже есть два движения вот эти, отрицающие так иначе отношения. Ну, что касается мужского воздержания, что касается с мужской стороны отрицания отношений, ненадобности их, я думаю, что об этом мы сейчас говорить не будем. В каком-то смысле меня радует, что молодежь понимает сущность отношений, молодые люди. Может быть, они по жизни там не наступят на грабли, не будут делить квартиру, не будут платить алименты, не сделают там несколько несчастных детей. Ну, короче говоря, это действительно радует. Но обсуждать это, я думаю, нет смысла, потому что, ну, слишком понятно все. Много уже было сказано о воздержании и об отношениях, о том, что нужны, не нужны и так далее. Но что интересно, появляется сейчас тренд на женское, по сути, воздержание. То есть женщины, которые полностью отрицают отношения. Недавно тоже я с этим столкнулся, но это я специально искал для интервью на Первом циничном канале девушек, в группах асексуалов. То есть девушки, которые отрицают даже секс. На самом деле для меня это было довольно-таки интересным занятием. С той точки зрения, что, ну, что значит девушка отрицает секс? С физиологической точки зрения он и не нужен. Ну, допустим, но для многих современных женщин и девушек секс является офигенным и единственным средством манипуляции. Собственно, за него она получает свой статус, колоссальный статус в нынешнем обществе. Ей должны все, она не должна никому. Мужчины ей должны, она только проверяет исполнение, там, как говорится, выдачу задолженности и так далее. Своевременное перечисление. Начисление и перечисление, как в налогах говорят, задолженности. Так вот, ну, это статус колоссальный. И все это она получает через секс. Она манипулирует сексом, больше ей манипулировать нечем. Посмотрите даже комментарии на первом циничном часто возникают. Да, это не все, опять же, женщины, там, это не показатель, но почитайте. Что, грубо говоря, как только мы начинаем говорить о том, что там не нужно прогибаться под женщину, сразу же идут комментарии, там, от некоторых женщин. Что, ну, и дрочите, там, ну, вы все импотенты. Ну, не знаю, там, у вас маленький, у вас не стоит, вам не дают, вас женщины обидели. То есть, так или иначе, все вокруг вот стручка крутится. Больше нечем манипулировать. Они вот, как козырной туз какой-то, кидают и кидают, и продолжают его кидать раз за разом. То есть, там все, так или иначе, вокруг секса. Сказать, что, не знаю, там, у вас теплоты душевной не будет, нет. Это они не утверждают. Вот секс у вас не будет, да. Как говорится, кинули, не срабатывает. Дальше они повторяют, они кидают то же самое. То есть, они говорят, что не секс у вас не будет, а секса не будет у вас. У вас не будет секса. Там, просто меняя слова местами Все, ну, суть, идея одна Поэтому, в принципе, мне это было интересно, действительно Как девушка отказывается от секса То есть отказывается от средства манипуляции Меня не физиология интересовала, а именно вот эта вот Скажем так, социальная сторона вопроса И знаете, на что я наткнулся? И вот здесь, собственно, ради этого я снимаю сюжет Я бы хотел многих из вас предупредить Тех людей, которые сейчас смотрят в сторону воздержания Так или иначе, вы можете допустить ошибку Вы можете счесть, что женщины, которые не заморочены на секс Не заморочены, следовательно, на манипуляцию сексом И, соответственно, с ними можно отношения поддерживать Пусть даже без секса Просто общаться, как человек с человеком Просто вот, ну, подружески общаться Вот здесь вы можете допустить ошибку Скажу, просто поделюсь опытом поиска вот этих девушек Асексуальных девушек для интервью Знаете, что я заметил? Опять же, я не утверждаю, что так в принципе есть Что это какое-то правило без исключений Но вот что, мой опыт, что увидел я? Я увидел несколько вещей Что, отказываясь от секса Девушки абсолютно не отказываются от манипуляции вокруг секса Получается, как бы, ну, как сказать Как солнечное затмение, видели? То есть солнца нет Но свет, вот из-за этой черной дырки вместо солнца Но свет идет все равно То есть, можно догадаться, что оно там есть Оно просто сейчас загорожено То есть, так же и здесь Вот самого яркого диска нет Но все, что из него выходит, оно существует Что я заметил? Я показал одну девушку асексуала Ну, слишком юный возраст Поэтому, ну, как бы, судить о том Окончательное ли решение или нет, я не могу Но вот, это был настоящий асексуал Который отказался от манипуляций То есть, и света нету из-за диска А все остальные, я же с многими списался Все остальные для интервью Что я заметил? Что вот берется обычная девушка Которая манипулирует Которая считает, что ей все должны Которая манипулирует конкретными действиями И из нее мы вычитаем секс Готово Все остальное остается, абсолютно То есть, смотрите, например Сексуальная провокация остается То есть, девушка утверждает, что она асексуальна Что секс ей не нужен Ее эти вопросы не интересуют Ее раздражает вообще даже подкат мужчины На предмет там секса На то, что ее рассматривают как сексуальный объект И при этом у нее весь вконтакт забит фотками Как говорится, ну, просто вот чисто сексуальная провокация То есть, там, какое-то короткое платье Сиськи так, сиськи так Я не говорю, что они голые Но, тем не менее, там, жопой покрутила туда Жопой покрутила сюда То есть, там, в лифчики Ну, это в чистом виде вот сексуальная провокация Она от нее никуда не девается Даже позы сексуальной провокации Они все используются То есть, не просто она там стоит Не знаю, ну, вот из моря человек вышел Ну, а что ему, в тулупе быть? Он купался только что Ладно, там, в отпуске сфотографировался Нифига Это и позы, и вообще поведение И, там, мимика В чистом виде сексуальной провокации Ну, я думаю, что понимаете примерно, что это такое То есть, это вот именно попытка соблазнения На фоне утверждения, что даже мысль о сексе противна И человек, который так или иначе подкатывает как к сексуальному объекту Противен Но при этом провокация этих же потенциальных подкатчиков Это остается Дальше Остается то, что называется Динамо Ну, знаете, я думаю, что Динамо в классическом варианте Вы, там, не знаю Пришли, оплатили за девушку, там, в кафе, в ресторане Она пожрала И, опа, вспомнила, что ей надо до девяти домой вернуться Вот, а то мама ругаться будет Это классическая Динамо Что здесь? Здесь она уже, да, она не просит, как бы, она не может манипулировать, что Намекать, что будет секс И, соответственно, поэтому вы должны оплатить за нее А дальше, там, что-то вспоминать Уже это она не может Потому что она утверждает, что секс ей не нужен Но вот это вот понятие про Динамить Существует полностью Договариваешься на интервью В последний момент что-то меняется Постоянно Что-то меняется, меняется И каждый раз И до тех пор, пока вы не плюнете, ничего не будет Ну, то есть, глобально мне-то это было пофигу Я уже поняв Очень быстро поняв Даже, в принципе, до общения с ними В принципе, зная, что такое женская природа Я, ну, как бы, дни ставил так Что у меня было много альтернативных дел То есть, я делаю это Если я не делаю это, я делаю вот это Если не делаю это, то делаю это И так далее И поэтому, когда у меня срывалось там за полчаса интервью Я просто начинал делать то дело Которое было второе по списку Ничем мне это не вредило Но вот, что я увидел Грубо говоря, если бы я прям вот договаривался И считал бы, что слово этой девушки Это верное слово То есть, договариваюсь там на такой-то день Давай там интервью Да, давай, все, хорошо В этот день Нет, все, я сейчас не могу Дела, вот такие дела И вот так вот там 10 раз Мне уже смеху ради Я уже понимаю, отлично понимаю Что никакого интервью не будет Просто смотрел, сколько будет И дальше писал, что ну ладно Давай там через два дня Да, давай, все нормально Через два дня опять срывается То есть, вот эта вот динамо остается В ее-то понимании Она меня динамила То есть, она мне планы срывала В ее понимании На самом деле нет На самом деле я, естественно, понимая, с кем общаюсь Планы строил альтернативно Причем несколько альтернатив Так вот, но сам факт, что поиздеваться, человеку планы сорвать, нагадить откровенно, просто так Человеку, с которым ты просто договорилась, все это остается Вот динамо, классическая динамо, она просто лишается секса Дальше, ну процентах в 80 случаев остается корона То есть изначально общение начинается, что, как говорится, докажи, что ты меня достоин Ну вот примерно так, то есть а почему я, а почему со мной интервью То есть вот, ну в принципе, такое полугопническое какое-то общение Но так или иначе, вы должны постоянно, как говорится, вот бояться обидеть Бояться так вот, знаете, прямо вот обходить, обходить, обходить То есть я таких очень быстро там откидывал, потому что, ну группы эти большие, как говорится Не это так следующее, но тем не менее, что я увидел Ну вот я перечислил примерно по пунктам Но что я увидел, что ничего не девается никуда То есть что это будет, вот эти девушки там, которые будут исповедовать тот же КНН, Кун не нужны Те же асексуалки Что это в конечном счете будет? Это будет процентов 10 реальных асексуалок Которые, ну действительно будут шарахаться от всего сексом связанного И, ну честные, как говорится, хотя бы Но остальные, это будут манипуляторши, рассчитанные на мега-оленей То есть на тех молодых людей, которым просто в самом начале скажут, что секс не нужен Понятно? Все Он скажет, да, понятно А дальше им начнут так же манипулировать То есть если обычный олень вот за секс прогибается То этот мега-олень, он изначально понимая, что секса не будет, будет прогибаться все равно Потому что прогибать они хотят Манипуляции все остаются Опять же, не говорю у всех, не у всех Но вот те, с которыми столкнулся я Все у них остается Все манипуляции Поэтому, друзья, кто сейчас обратил внимание на воздержание Все-таки постарайтесь понять, что воздержание полное Если уж воздерживаться от межполового общения То общение с девушкой, с женщиной, лишенной секса Это, оно не перестает быть межполовым общением То есть невозможно, как, например, с другом общаться Что, ну, в принципе, никто никем не манипулирует Все равно там вот эти межполовые манипуляции остаются Просто инкапсулируется секс И все Не ошибайтесь Потому что я подозреваю, что сейчас тема будет Популярность темы будет расти В воздержании И многие могут ошибиться Что, ну, его нафиг этот секс Все, как говорится Давай лучше общаться без секса А то манипуляции начнутся Друзья, манипуляции начались до секса И они сексом не исчерпываются И с его отсутствием не кончаются Не ошибайтесь Друзья, манипуляции начнутся до секса